Друзья, всем привет! Сегодня будем делать простую и полезную самоделку из остатков доски. Хочу на этой самоделке испытать нового помощника в мастерской, но об этом попозже. Сейчас пока делаю разметку на доске. По краям буду отступать по 20 мм, а остальную разметку буду делать по месту. Пока что прикладываю все по молотку. Получается, сделал несколько полосок размерами 20-25 мм, остальные уже делал 30 и 15 мм. Доска используется в моем случае размерами 150 на 20, она осталась у меня от изготовления шкафчика для пластиковых ящиков из одного известного шведского магазина. Ребенок заценил. Сейчас постоянно стала складывать игрушки в ящики и убирать их в этот шкафчик. Кому интересно, оставлю ссылку в описании на то видео. Также потом будет использован остаток доски 100 на 20, тоже от чего-то осталось. Чтобы линии были перпендикулярны, использую угольник. На этой доске должна получиться подобная разметка. Друзья, в мастерской у меня появился новый помощник. Это настольная пила Makita MLT-100N. Сегодня первый раз ее тестирую вот на этой простой самоделке. Буду вырезать вот эти нарисованные пазы в доске. Вообще такая пила мне очень пригодится, так как я планирую постройку дома и многие вещи смогу делать с помощью нее. Например, можно легко распускать доски под нужные размеры с помощью вот такого параллельного упора, на котором нанесена разметка в сантиметрах. Очень удобно. Также есть в комплекте угловой упор, с помощью которого можно торцевать материал под нужным углом. Еще можно изменять угол самого диска, а также его вылет. Это будет удобно при нарезке материала под мебельные изделия. Что-то для дома буду стараться делать на этой пиле. Пила имеет довольно мощный 1,5 кВт двигатель. Он спокойно пилит древесину толщиной до 93 мм с высокой точностью. Имеется плавный отпуск и электротормоз, что добавляет комфорта в работе. Как и многие другие инструменты, эту пилу я заказывал в магазине всеинструменты.ру. У них имеется более 450 магазинов или пунктов выдачи в более чем 200 городах России, где и можно забрать заказ, либо просто что-то купить из наличия. Магазин давно советую и сам частенько там закупаюсь. А с моим промокодом совета10 вы получите скидку 10% на все инструменты Макита. Далее нарезаю все пазы на пиле. Выставил диск по высоте, но чуть меньше разметки. Решил так уже после нанесения этой разметки. При выпиливании пазов сначала использовал оба упора, параллельный и угловой. На каждый пил смещал параллельный упор на 5 мм. И получается при таком раскладе разметка была вообще не нужна. Но также попробовал делать пазы без параллельного упора. Процесс идет еще быстрее, но тут уже точно нужна разметка. Она у меня уже есть, поэтому мне будет так удобно. Далее стамеской легко освобождаем пазы. И немного облагораживаем. Также понадобится, как я говорил выше, доска 100 на 20. Она нужна такими же размерами, что и доска с пазами. Также использую настольную пилу. А еще нужно сделать пару вот таких треугольников. Тут мне поможет угловой упор. Немного зашлифую все шлифмашинкой, чтобы не ловить заусенцы. Затем все быстренько сбиваю пневматическим пистолетом. Конечно, это ускоряет процесс изготовления подобных изделий. Вообще инструменты экономят кучу времени. Можно сделать все обычной ножовкой и закрутить отверткой саморезы. Результат будет тот же, но времени уйдет полдня. А тут за 15 минут я изготовил вот такое изделие. Прикручиваю его к стене. И вот для чего все это нужно. Со временем накопилось несколько молотков и струбцин, для которых у меня не было специального места. И вот это место готово. Очень простая и удобная полка для этих и подобных инструментов. Поместился топорик и пастолет для герметика. Теперь с помощью станка хочу сделать удобную систему хранения для электроинструмента. Называют ее французской планкой. Но это уже потом. Друзья, если вам понравилось видео, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!